Где-то вдали от всего спрятано маленькое королевство, в котором живут эльфы и все его обитатели очень-очень маленькие. Я эльф Бен. А я принцесса Холли. Давайте играть. На, подожди. Маленькое королевство Бена и Холли. Сегодняшнее приключение начинается в маленьком замке. Дятел! Может, хватит вязать? Я люблю вязать. Это мое хобби. Слишком шумно у тебя хобби. А кто-то любит ворчать. Я не ворчу. Мне нудно. Так найди себе хобби. Например, филателию. Филате... что-что? Нужно собирать марки и клеить их в альбом. Кто захочет таким заниматься? А отслеживание поездов. Вы наблюдаете за поездами и записываете их номера. Не хочу наблюдать за поездами. Наблюдай за птицами. Хочешь, чтобы я бегал за птицами и вел о них дневник? Да, вроде того. Я обожаю птиц. Займись этим хобби, папа. Ох, ладно. Что мне делать? Понадобится бинокль, значок наблюдателя и, конечно, дневник. Добро пожаловать в чудесный мир птиц. Находи птиц и ставь галочку на нужной странице. Так и быть. Попробую. О, птичка. Что там за птичка, папа? Эм... Это дрозд. Конечно, дрозд. И я его заметил. А это весело. О, еще птица. Можешь ее описать? Эм... У нее длинный острый клюв. О, да это дятел. Особенная птица. А можно к темне взглянуть? Да, Холли. О, этот дятел сел на большое эльфийское дерево. На лицо-ка. Да, пожалуйста. Живо, на улицу. Это землетрясение. 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 Это не землетрясение. Это гораздо хуже землетрясение. Это дятел. Он долбит дерево. Уже проделал дыру. И залез внутрь. О, он не в моей квартире. Фух. И не в моей тоже. А, дверь застряла. Ну-ка, сынок, дай я. Похоже, мы все-таки нашли птицу. Внимание, спокойствие, не паникуйте. А, все на улицу. О, сайте свои жизни. Привет, Бэм. Привет, Холли. В наше дерево залезла птица. Да, я первый ее увидел. И это дятел. Вы правы. Я и не знал, что ваше величество интересуется птицами. О, да. Я наблюдатель. Вот мой значок. Тогда вдвойне. Хорошо, что вы здесь. Нам понадобится ваша помощь. Ведите к птице. Слава Богу, что вы пришли к нам. У нас птица в квартире. Она вьет гнездо. И скоро снесет яйца. А когда она их выседет, на свет появятся маленькие дятлы. Увидеть новорожденных птенцов дятла огромнейшая редкость. Это фантастика. Когда они вылупятся, я смогу занести их в дневник. Птицу нужно прогнать, пока она не снесла яйца. Ни в коем случае. Я хочу увидеть птенцов. Это дерево для эльфов, а не для дятлов. Нельзя беспокоить гнездующееся животное. Это закон. Есть такой? Эээ, уже есть. Именем короля. О, письменный указ. Придется подчиниться. Эльфы никогда не нарушают закон. А мы ведь эльфы. Холли, прекрасно. На то мы порешим. А можно мне остаться здесь и посмотреть на дятла? Да, Холли. Мне еще стольких птиц нужно найти. Ну вот, порядок и чистота. А, что это? Всего лишь корм для птичек, няня. Я пытаюсь привлечь редких птиц. Не подметайте. Вы уверены, ваше величество? Еще мыши заведутся. Смотри, Холли, яйца. А, полупляются. Птенцы. Привет, я Бен. А это Холли. О, они такие милые. Хм, были бы милые, если бы жили не у нас. Они уходят. Думаю, они пытаются взлететь. Но они не умеют летать. Я научу их. Феи отлично летают. А я ведь фея. Ну что, птенчики, повторяйте за мной. Летать это проще простого. Ой, они не повторяют за мной. Может, стоит начать с простого? Как ты училась летать? Я летаю практически с рождения. Даже не помню свой первый урок. Хм, давайте начнем с махов. Вот таких. Они повторяются за тобой. Теперь машите быстрее. И прыжок. Полетели. Молодец, Бен. Ты научил их летать. Хотя сам летать не умеешь. Пока, птички. Уже улетают. Прощайте, птички. О, только не говори, что скучаешь. Нет, просто в глаз что-то попало. Птенцы уже вылупились. Я хочу отметить их в журнале. Они улетели, папочка. Я сам научил их летать. О, новорожденных птенцов дятла можно увидеть единственный раз в своей жизни. Но вы их упустили. Так не честно. Ничего интереснее я уже не увижу. Алло. Король чертополох. У нас в замке очень странное гнездо. Гнездо? Уже бегу, няня. Няня, где гнездо? Прямо на моей кухне. Оно... Не слово, няня. Я хочу сам узнать, чье оно. Ого, большое гнездо. Ему не место на моей кухне. Няня Плам. Мой закон гласит, гнездующееся животное не беспокоит. Но это крысины? Цыц, няня. Это мое хобби, не ваше. Я сам разберусь. Ух ты, у нее глаза бусинки. Бусинки? Хм, это может быть бусинкоглазый дрозд. Ага, редкая птица. А, у нее есть усики. Усики? Хм, это может быть дрозд-усач. А еще у нее чешуйчатый хвост. Чешуйчатый хвост? Первый раз слышу о такой редкой птице. Я открыл новый вид. Я назову ее королевской птицей. Как скажете, ваше величество, но я не потерплю мерзкого зловонного грызуна на своей кухне. Няня Плам, как вы смеете так говорить о королевской птице? Мы должны дать ей снести яйца. Вряд ли крысы несут яйца. Крысы? А-а-а! Крыса! А, у вас крысы! Избавьтесь от них! Да! Кыш, кыш! Пошла вон грязная мышь! Нет, ваше величество, королевскую птицу нельзя вот так прогнать. Что? О, ваш закон гласит, гнездующееся животное не беспокоить. Я такое сказал? Да, папочка. Ну, возможно, закон должен гласить... Дайте-ка я взгляну. Видите? Так и написано. Ну, а что написано пером? Как королева, я объявляю этот указ глупым и аннулирую. Теперь немедленно прогоните эту крысу. Эм, няня Плам, вы же знаете крысиный, пусть уходит. Как же на крысином уходить? Когда? Прочь из моей кухни! О, няня, вы обидели бедную крыску? Думаю, я переживу. Ох, ну почему от вязания столько шума? Что? Папа, это чудесно! К нам приветили пенсионера! Теперь вы сможете занести их в дневник. О, да, прекрасно! Скажи мне, дорогой, почему от твоего хобби столько шума?